возвращаясь к объектам вы когда перечисляли получается что сейчас львиная доля выпала на айхал к сожалению то есть получается айхальский гог стал самым пострадавшим если можно так выразиться к сожалению ситуация в айхале наиболее сложная сейчас вот в ходе своей последней поездки недавней поездки я в этом еще раз убедился лично мы поговорили с вновь избранной главой здесь сошлось также несколько факторов не связанных никак с пандемией у нас планово закончила работать восьмая фабрика просто ровно нет достаточного количества руды у нас модернизирована была 14 фабрика ну две фабрики и еще там 35 лет назад понятно что это избыточная обогатительная мощность к сожалению здесь совпало и долго до пандемии до экономического кризиса что ну было понятно что восьмая фабрика закончится срок эксплуатации людей нужно куда-то туда устраивать мы постарались большинство людей мы трудоустроили больше половины сотрудников но к сожалению половина сотрудников там или была возможность представлена переобучиться или также предпочли забрать деньги наверное выехали на материк ну и что внес кризис это остановка зари да и плюс по заре там есть вопросы по качеству алмазов хотя мы надеемся что это основная верхний слой там был сожжен магматическими породами все-таки что чем мы будем больше понижаться мы в любом случае будем понижаться мы в любом случае доберемся до тех уровней где должны должны должно быть качественное алмазное сырье но мы понимаем что в нынешних условиях сейчас продолжать такие инвестиции мы тем самым поставим под удар экономику и трубки юбилейная и других активов централизация транспортного цеха и цеха и карьера юбилейной также мы понимаем что у нас часть была дублирующих функций там было высвобождение по руководящим сотрудникам по сотрудникам среднего уровня или менеджмента ряду инженерно-технических специальностей мы из позитива да мы все-таки рассчитываем что ситуация с на рынках следующем году будет более стабильной мы возможно уже на ближайшее время увеличим производительность рудник айхал а это значит что мы не про не будем проводить те сокращения которые предполагались счетом несколько месяцев назад по и халом на сложность с тем что она остается фактически трубка юбилейная и срок ее добычи абсолютно понятно это те вопросы которые все время звучали на хозактиве со стороны профсоюзов что будет потом да вопросу подземного рудника мы смотрим разные варианты там экономика достаточно сложная в отличие от нового рудника мир который как я говорил рано или поздно будет проекта реализован потому что там высокое содержание алмазов на тонну высокая стоимость алмазов части юбилейки ситуация другая там и средняя цена не такая не самая сладкая да и содержание достаточно низкая поэтому по юбилейки мы сделаем все чтобы рассмотреть все возможности все любые технические решения в том числе то о чем я говорил те технологии которые будут через 35 лет потому что нам нужно смотреть на этом горизонте надеемся уверены все таки что нам будет экономическая целесообразность строительство рудника тогда эту ситуацию в айхале конечно сильно стабилизировать за горизонтом 30-х годов есть проблемы с жильем абсолютно понятно потому что ну в условиях когда есть понимание что счетные сроки да по которым добыча будет происходить есть понимание сколько сотрудников комбината будет на горизонте 10 лет и конечно их количество будет снижаться конечно это повлияло и на рынок недвижимости города айхал и плюс как сказать ну опасения жителей за то насколько жилье может обесцениться многие жители говорят слушайте мы бы хотели там уехать из айхала и найти работу в других регионах но у нас квартиры не могут продать да будем думать будем как-то решать людей в беде один на один с бедой не оставим создана рабочая группа из главой района из руководством республики и айсен сергеевич абсолютно в деталях знает все эти вопросы до пандемии нас откинуло назад к сожалению было решали другие проблемы но надеюсь сейчас с конца года уже работа начнется нам сейчас нужно вообще оценить весь жилищный фонд понять сколько нам нужно будет под это какая городская инфраструктура но опять же никакого никакого перевода айхала на вахту мы не обсуждаем и не планируем говорят вообще поселок закроют и так далее никакого закрытия поселка там около четырнадцати тысяч тринадцать с половиной тысяч людей немножко там носом для вызывает опасения что это же не не они за один год там что-то произошло ну то есть это было понятно что условно говоря срок эксплуатации месторождения он ниже чем на чем на удачном или в мирном по тем месторождения которые есть но тем не менее численность города сокращалась достаточно медленными темпами мы думали что больше людей но все-таки что сокращение некое сжатие поселка будет естественным образом происходить вот и также что касается айхала но мы все-таки надеемся что с учетом географии да и город удачный но не так уж далеко да особенно по меркам тех кто каждый день стоит в пробках на работу но все-таки что может быть по мере развития рабочих мест в городе удачный как-то жители айхала смогут претендовать на эти рабочие места им будет интересно и будет некая мобильность между айхалом удачным ну и мы здесь надеемся что тем вахтовые предприятия которые работают в мирнинском районе в ленском районе газовики не в тяните или там или угольщики ну что жители махалов там тоже посмотрят на эти возможности жить в айхале и работать вахтовым методом на тех предприятиях вопрос сложный вопрос не возник вчера и впереди у нас еще есть десятилетия на его решение до 2030 работу айхала есть пока сейчас ничего не делать а потом после двадцать пятого года не знаю резко начать предпринимать какие-то шаги конечно но ведь ими всеми вопросами нужно начинать заниматься уже сейчас и и и и и и